Что делается, что под вашим контролем, что на сегодня? Смотрите, на самом деле, Министерство строительства, конечно, основная точка приложения усилий, это дамба Южного Улока. Это то, что у нас в районе Брос-Камола, ну, опять же, ни от какого отношения к Брос-Камолу не имеет, называем просто ориентир. Выполнили гидропейское сооружение, остался небольшой проем под установку ботопорта. В этом году ботопорт не устанавливается, там не оформлены устои. Поэтому было принято решение, аналогичное решение прошлого года. Мы засыпали этот проем, то есть была совместная работа с ГУВИЧС, была совместная работа с городом. За двое с половиной суток, было божено порядка 30 тысяч кубов, количество метров в фунтах, сейчас идет откачка. Установлены насосы, насосы работают также в двусуточном режиме, поднижаем порой воды за плакой. Здесь у нас вторая точка приложения усилий. Министерство строительства силами службы заказчиков работы по трем этапам набережной города Хабаровска. Там сейчас устанавливается временная дамба номерная, вы, наверное, ее будете еще смотреть, будете контролировать. ГУВИЧС, там сейчас устанавливают номерную дамбу. Пускай обеду, ожидаем прибытия волонтеров. Ребята нам помогают, спасибо им огромное. Там мы будем купляться мешками с песком. Что конкретно четвертого участка, где мы сейчас с вами находимся. Обратите внимание, уровень воды вы видите сами. Вода попирают. Здесь сделали замеры, проверили. До планируемого подъема фронта, воды, 6,50, в принципе, масса и мера уже принято. Посыпано. Вот эта дамбочка небольшая, мы ее наблюдаем. Уложим здесь ограждение из мешков с песком. Если будет подниматься выше, пока какой необходимости нет, но если будет необходимо, то уложим. А где будут мешки располагаться? А вот здесь, вот осечку сделаем, прямо здесь, ну, чтобы предупротить. То есть, если вот уже завтра или сегодня вечером вода будет переходить через песочное ограждение? Нет, не песочное. Если мы с вами увидим, что вода подняла в следующем уровне забита свая, если она начала подниматься в уровне песочной вот этой дамбы, мы здесь отработать даже за сутки, то есть эту защиту поставим. Ну, в целом, ситуация под контролем, мониторим, то есть заходим у нас ответственные сотрудники, и эта служба заказчика здесь находится и круглосуточными, и днем, и ночью, с людьми контролируем. Какие-то сложности есть? Вот понятно, что не первый год такая история. Вот вы сами ответили, это уже не первый год. Ну, не то, что там, если руку набили, превращились. Отважено уже взаимодействие. Еще раз отмечу большую помощь волонтеров, спасибо ребятам огромное. Приятно, что есть неравнодушные люди. В принципе, вы знаете, уже отработали. Уже отработали, уже нормально. Работаем в штатном режиме. Хорошо. Если вдруг будет внештатная ситуация, но вот обещают подняться на 40-20 см. Смотрите, внештатная ситуация, она же не появляется ниоткуда. Работают водомерные посты, в дольшее течение. То есть мы поддерживаем постоянную связь с Нижней Леренском. Ослеживаем уровень тропии. Какой-то временный рак у нас всегда будет. У нас всегда должно быть время на принятие решения. Дежурная служба двусуточно, поэтому реагируем быстро. И по цифрам скажите, сколько песка, например, понадобилось вообще в целом на все три дамбы? Ну, если вы позволите немножко скрипеть, я отвечу вам так, несколько уклончиво. Дамба, которая на Южном острове, в Бросском острове, как мы ее называем, туда ушли в отсен печку вов песка. Можно было бы, наверное, обойтись и меньше. Могут хотели поднять, перестраховаться, сделать чуть пошире само вот это песчаное основание. Поэтому объем такой. Здесь я объем отдельно не считаю, потому что со строителями переговорили. То, что они сейчас выполнили, в принципе, входит в общие объемы работы. Поэтому никаких затрат на этом прайне не понесет. Ну, хорошо. Ладно.